друзья меня тут утро меня тут такой небольшой переполох у меня тут ген уборка идет скажем так несмотря на то что ну как бы визуально кажется чистой кажется ой пыли нет ален у тебя всегда чисто но тем не менее я делаю по прилету все равно уборку и у меня два повода к этому смотрите какая у меня тут красота я их тоже все на мыло на мыло тем или мыться любим не хотим им быть пыльными стоять некрасивыми и вот все свои вот эти вазы все 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 на мыло и меня многие спрашивали девочки ален ты их как часто моешь девчонки вообще часто да ну в принципе раз в полтора месяца точно мою и вот вы видите они стоят стекают и нету никаких не ну красных пятен фиолетовых чтобы цветочки покрасились или еще что то то есть вот они мокрые и ничего абсолютно поэтому они не линяют ничего когда хорошее качество цветочков и они не бумажные то они шикарно стираются вообще вообще девочки без проблем друзья не успела прилететь скажите да у меня а у нее тут такой переполох переполох она уже все моет стирает кто же грязнил да никто но все равно пыли она садится и так далее особенно на цветы на шторы все равно она садится поэтому все равно надо мыть но какие у меня в июне сейчас два повода к тому чтобы мне привести все в порядок ну во первых у меня день рождения 27 июня это тот повод что мы ожидаем гостей не родственников а кого интересная тема интересное видео интересные видео будут но об этом следующем видео я вам обязательно расскажу поделюсь ну а вы можете скажем так устрауст устраивать конкурс догадок разгадок да давайте я вам загадаю загадок кого же я жду в гости а вы будете угадывать поэтому у меня за спиной вот такая вот красота красота мою стираю их и все 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 убираю я подготавливаюсь у меня в общем день подготовки идет девчонечки я уже прилетела с отпуска да как вы видите я с вами делилась и своим отпуском и продолжаю делиться то что вот я отдыхала и что сейчас делаю делитесь вы где вы будете проводить лето может быть куда-то кто-то поедет или на даче поэтому давайте пошу-шукаемся немножко в комментариях об этом друзья хочу показать меня пока не было дома смотрите я приезжаю у меня тут такой вот стоит пылесос у меня мужу на работу понадобился ему пылесос так он что сделал он купил мне новый пылесос а который у меня был домашний пылесос он его забрал на работу вот видите какой заботливый муж для жены новенький на работу забрал использованы уже которые мы им сколько он уже где-то он у меня два года был он тоже почти такой же был а бизель эта фирма бизель если не из роботов пылесосов а именно вот из таких то бизель кстати девчонки кто вот в сша я очень рекомендую вообще мощные классные я просто обалдею от этих пылесосов у меня была предыдущая моделька бизеля а вот это по новее здесь вот так вот он снимается здесь вот фильтр тоже у него все это снимается моется как вообще без проблем то есть никакие мешки ничего не нужны и еще чем классно вот у новой модели у бизеля у него шланг высовывается и автоматически он забирается а в старых моделях это вот у меня на том перед этим который меня была модель у меня не могу одной рукой вставить у меня не было ну в общем вот такой вот пылесос мне муж купил короче вся в подарках приезжая вся в подарках вся в подарках насадки у него вот тут разные у него вот такая вот насадка есть то есть удобно классно чистить диваны и вот такая вот насадка у него и вот такая вот кстати я не знаю для чего вот эта насадка кто знает кто мне напишет кто скажет что она вообще делает вот эту насадку кстати она у меня была и на том пылесосе а я не знаю и для чего вообще используют но диваны я все равно хоть вот эта насадка и есть но для диванов у меня ручной пылесос и машинный поэтому этими я не пользуюсь они просто стоят и стоят в общем классный пылесос бизель кстати он не купил игру а чё что мне купил говорю меня на втором этаже стоит абсолютно новый бизель в упаковке потому что я когда покупала покупал не один пылесос а2 и одним пользовался второй у меня был так и запечатанный он так и стоит до сих пор он горит но я не знал горит я твой забрала тебе новый взял вот так ребята сейчас подключила вот его да хочу вам показать как он работает мой предыдущий кстати пылесос работал намного шумнее а этот смотрите вообще тихий и он работает катается элементарно вообще просто вот 1 1 вообще вот одним мизинцем настолько он классный еще раз повторю это компания бисель это американские пылесосы они считаются самыми самыми вообще вот ну по рейтингу такими классными то есть вот но я не знаю есть много разных пылесосов но бисель вот этот вообще суперский я помню я когда еще маленькая была и у нас дома мама покупала пылесос бисель вот этот вот только у нас он был не вот такой ручной а вот как обычно до в то время это было сумасшедшие деньги это было вообще невозможно достать вот этих вот еще их и вообще еще даже практически не было в продаже не все могли это позволить вот я помню мама покупала вот этот вот пылесос бисель у нас он был если мне не изменяет память по моему у нас был зеленого цвета не вот такого вот голубоватого а вот зеленого кстати вот классные пылесосы реально кто хочет купить еще вот раздумывает бисель я вообще советую пылесосы мне вот они очень нравится и 2 у меня тоже вот стоит наверху на втором этаже которые запечатаны вот я вам сказал у меня тоже бисель и муж который забрал поменял на этот не тоже бисель был очень классная мы приехали уже вечером виталик приехал ему после работы его поехали в русский магазин у нас несколько русских магазинов но мы поехали которую у нас около дома рядышком ребят вот товар у нас смотрите 949 стоит шармель грубо говоря 10 долларов вот переводите кто у меня девочки с россии пожалуйста напишите по ценам дорого у нас нашем магазине здесь в лас-вегасе ли не смотрите шармель 10 долларов то есть грубо говоря 800 рублей зефир 8 долларов ванильный конфетки 66 долларов кстати о вкусненькое шампанское но как персиковая так мерло 14 долларов 15 кабарне грибочки опята 9 долларов я сейчас взяла две баночки ну и вот здесь вот икра кабачковая по 6 долларов кабачковая баклажановая в общем разные это по 8 долларов это побольше баночки горошек ну вот давайте например вот ну просто баночка горошка обычная до 3 доллара за свои здесь много лет проживаний ребята я нашла здесь 9 процентный уксус 6 долларов это вообще нонсенс у нас вот так быстро здесь разбирают 5 долларов баночка сгущенки ну здесь мед варенье аджика капуста так это наша тележка я взяла я муж говорю игр виталик так как я у тебя банки склянки не кручу не совсем я в русских традициях скажем так вот воспитана по в плане того что я закрутки не делаю вообще игру поэтому мне не стыдно взять русском магазине помидорки взяла две банки помидорок груши абрикосы персики укроп вегетто ванилу две банки грибов вот этих квас дюшес уксус ну и здесь сырки глазированные вот эти вот беленькие цену не знаю даже не скажу четыре штучки взяла так взяли вот эта баночка икры это икра красная с аляски напрямую это прям икра с аляски 56 долларов такая баночка и вот такую мы взяли тоже икру тоже сказали очень очень вкусно мы знаем хозяина магазина поэтому красное золото salmon икра взяли вот такую баночку на 45 долларов ну взяли сгущенку виталий какие-то паштеты взял он любит вот эти но не доллар по 4 по 5 не знаю также здесь всякие разные сыры у нас в том холодильнике можно купить готовые салатики но для тех кто не готовит я думаю готовлю поэтому этот холодильничек не интересует здесь творог вот смотрите вот творог вот я раньше брала вот этот творог фермер чиз это израильский творог посмотрите за паунд 9 долларов так я получается намного намного дешевле делаю колбаска по 14 долларов за паунд паунд у нас 450 грамм правильно но грубо говоря за полкило вот по 14 долларов это 20 долларов это по 12 долларов колбаска но в общем вот здесь вот так вот много 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 разных вариантов всяких колбасных изделий сосиски и сардельки тоже в общем все у нас есть как и скажем так в россии но только намного намного все меньше ребята здесь у нас сметана творог майонез подошла я в майонез я же хотела майонез купить масло смотрите президент 4 доллара а нет 5 долларов с налогами 6 долларов домашнее масло 7 долларов а вологодское масло 7 долларов сколько здесь в общем вот такие вот у нас цены кетчуп 5 долларов капусточка и здесь селедка и так далее девочки говорю вам цены на матис матис вот такой вот такая пачка 500 граммовая 10 долларов большая мать с 16 долларов большой килограмм получается и вот маленькая такая одноразовая пачечка скажем так 6 долларов ну вот я вам и сказала цены пельмени 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 по 17 долларов вот их тут разные они эти тоже 17 все 17 виталик сейчас взял у нас столичные вот эти тоже сколько 16 плюс налог 17 долларов я такая загорелая я еще взяла матиас две пачки вот эти пельмени столичные майонезик взяла муж у меня взял на малыгу говорит так колбаску взяли это острый еще еврейскую взяли и все мы идем на кассу реснички мои еще девчонки живы ну что нам уже на кассе пробивают а я жду колбаску еврейскую сейчас заберу ее и пойду дальше до пробивать потому что магазин уже закрывается время девять часов колбаска вышла пол батона ну вот как у нас вот эти вот московский батон и броншвейский вот пол батона вышла 12 долларов металли к тому же выгружает у нас здесь также видите российские лекарства есть даже деклофенак акос есть вон он стоит который практически в москве его нет а у меня мама им пользуется ну вот вам куплю тебя отсюда привезу представляете я маме постоянный сиди кафе на кокос у нас вам очень редко бывает а здесь он у нас есть миромистин оксалин и скумизан мизин арене есть рене рене нету терафлю сабельник живокос тут эти все 911 который тоже в москве тоже не во всех аптеках купишь валидол аллахол ну в общем такой необходимое она в принципе есть глицин орбидол найс форосимид не статин тетрациклин ну в общем вот так чек вышел но это вот за счет икры то что дорогая 300 сколько 300 300 399 грубо говоря вот наша тележка вышла на 400 долларов вот такая вот большая тележка 400 баксов но все всем пока пока мы поедем домой ребят включила камеру посмотрите какое небо даже нету облачка вообще просто вообще луна какая красивая сейчас покажу переверну вам камеру вы ее наверное и не видите вы ее минуту у друзья хочу вам показать манга вы только посмотрите какого они тут размера большущие большущие вы гляньте я кладу вот так вот вот эти уже более подспелы и я спелый манга никогда в принципе практически не покупаю только по той причине что ну как правило всегда фрукты есть и чтобы они не успевали портится я и покупаю чуть-чуть всегда по плотнее и они уже начинают созревать 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 потихонечку и потом уже можно их и лопать